А вот эта вот открытка, поздравление на 8 марта, могла бы быть для кого-то когда-то, но нет, не будет. И это блюдо я предлагаю заправить баклажанчиком. Магии не будет! Факир был пьян, фокус не удался. О боже, что я так что сказала? Всем привет, мои дорогие, меня зовут Елена Галант, и добро пожаловать в весну, потому что в сегодняшнем видео я вам покажу 16 ярких, цветных, колорблочных, заправляющих энергией образов на конец весны и начало лета. Не переключайтесь и смотрите это видео до самого конца, потому что здесь будет много весеннелетнего вдохновения. Итак, я для вас подготовила 16 образов. Все эти образы будут составлены из вещей, которые вы сейчас видите на экране. Все вещи будут складываться иногда очень неожиданно между собой, и надеюсь, что в этом видео я вас вдохновлю попробовать кое-что новое. И в самом начале хочу сделать важное объявление. Это видео снято в коллаборации с интернет-магазином Капсула. Вы уже не раз слышали из моих уст об этом интернет-магазине. И львиная доля моего гардероба, текущего моего гардероба, как раз из онлайн-магазина Капсула. И в этот раз я сделала у них большой заказ и выбрала только самое яркое, самое интересное. Надеюсь, здесь вы увидите много вдохновения. Итак, Капсула это интернет-магазин лимитированных дизайнерских вещей. Те бренды, которые у них представлены, это те бренды, которые селективно отобраны и представляют самое лучшее качество и самый классный современный дизайн. Дальше вы в этом убедитесь. И напоминаю о том, что неважно в какой стране вы находитесь, у них доставка по всему миру, а по Украине у них бесплатная доставка. Ну а я пойду переодеваться, потому что впереди нас ждет очень много весеннелетних аутфитов. Я пошла переодеваться. Итак, у меня уже руки чешутся, попробовать на себя примерить всю эту красоту. Как я уже говорила, у нас с вами получится почти 16 образов, в зависимости от того, как считать, потому что все очень классно сочетается между собой. И начать я решила с трендового мини-платья. Я вам уже рассказывала о том, что это самый яркий тренд 2021 года, и, конечно же, мне захотелось поиграть в этот тренд. Итак, я выбрала у капсулы именно это платье бренда Шако, потому что это стопроцентный шелк. Это, знаете, как музыка для моих ушей, стопроцентный шелк. При этом качество ткани очень добротное. То есть, как вы видите, ткань держит силуэт, вот тот самый А-образный силуэт. Я, когда его на себя надела, посмотрела в зеркало, то у меня сразу возникли ассоциации Одри Хейберн, Мэри Куант. Мэри Куант, это, кстати, дизайнер, которая и считается, что придумала мини-юбки и мини в целом. Так вот, возвращаясь к этому платью, мне захотелось его стилизовать сначала, просто чтобы вам показать, как оно выглядит, как самодостаточная единица. Великолепно, потому что, как я уже сказала, есть добротная ткань, есть очень классный геометричный принт. Ну и для начала, скажем так, я решила стилизовать его с белыми носочками и черными кожаными туфлями на плоском ходу, потому что я вам уже рассказывала, это такой, скажем, самый трендовый способ носить мини. Но давайте посмотрим, как мы можем еще развеселить этот образ. В принципе, он мне нравится, но можно его сделать еще интереснее и еще лучше. Для этого, во-первых, я решила добавить к нему немного принтованных шарфов, потому что, посмотрите, как красиво сочетается. Это бренд 0202, который тоже представлен у капсулы. Это тоже натуральный шелк, у них есть и вот такие шарфы, и косынки. И вот давайте я просто повешу на себя этот шарф, и вы увидите, насколько классно он расставляет нужные штрихи. Вот просто добавить один штрих, и образ становится более сложным, более интересным, более интеллектуальным. Я специально подобрала такой же контрастный, высококонтрастный принт для того, чтобы эти принты классно сочетались между собой и, ну скажем так, расставили нужные акценты. И добавляю я сумочку саквояж, это бренд Гри, он тоже представлен у капсулы. Вы вспоминаете, наверное, этот бренд. А в прошлом, в похожем лукбуке, осеннем, у меня была точно такая же, но бордовая сумочка. В этот раз я взяла еще и черную, и хочу вам показать образ полный рост. И посмотрите, как классно все сочетается между собой. У нас есть строгая геометрия, у нас есть трендовые элементы, и у нас есть креативное сочетание принтов. Я не знаю, как вы, а я полностью влюблена в этот образ. Сейчас назовем его образ номер один, потому что дальше я хочу еще больше его эволюционировать, показать вам все разнообразие, как можно носить подобного рода платья. Поэтому сейчас я к нему добавлю брюки. Добавила я брюки в молочно-ванильном оттенке, это тоже бренд Шако. Посмотрите, как классно они вписались, и как здорово они смотрятся с прямым мини-платьем. Кстати, это тоже бренд Шако, у них очень приятный ванильно-молочный оттенок и идеальный силуэт брюк-клеш. Помните, мы с вами говорили недавно, у меня было отдельное видео, вещи с изюминкой, вещи вне моды и вне трендов. И вот там я как раз вам рассказывала и о джинсах, и о брюках-клеш. Кстати, еще хочу вам показать, как они выглядят без платья. Просто невероятно стильный силуэт. Но все-таки с платьем они выглядят более необычно, более интересно. И опять же добавляю ту же сумку. Вот такой образ у меня получается. Я очень надеюсь, что я вас вдохновила померить свое мини с брюками и немного замиксовать принты. И третий образ. Я просто решила вам показать модификацию предыдущего. Я поменяла брюки, поменяла шарф, но мне вы видите прямые, слегка даже можно сказать расширенные, широкие брюки в пол. Это бренд Lab by Терновская, тоже представлен у капсулы. Мне понравились они тем, что это такие, знаете, идеальные, хорошие, правильные, базовые брюки с трендовым силуэтом. Да, и такое тоже бывает. Они широкие в пол, это как раз самый высокий тренд на сегодняшний момент. И очень приятный материал. Их же вы увидите и в других образах. Конечно, шарф я поменяла на тот, который идеально сочетается с брюками. Это тот же бренд 0202. Ставлю на него ссылочку в инфобоксе. И сумочка Гри, которую вы уже видели в предыдущих образах. Надеюсь, вам такая идея аутфита нравится. Я не знаю, честно, как вы. А для меня вот именно в этом видео, наверное, будет сложнее всего выбрать любимый аутфит. Потому что, честно, дальше будет еще интереснее. Покажите мне этот гениальный дизайнерский ум, который придумал этот конструкторский топ. На самом деле это бренд Lab by Терновская. И я хочу сказать огромный респект этому дизайнеру, потому что, вы знаете, я обожаю конструкторы. Итак, на мне вы видите вроде бы как бы минималистичный аутфит. Но если вы присмотритесь, на самом деле это два топа. Нижний слой это обычный классический бежевый топ без рукавов. Но сверху надевается вот такой необычный топ. Даже не знаю, как его назвать. Во-первых, у него асимметричный подол. А во-вторых, его можно будет носить и поверх белых рубашек, каких-то других изделий. И этот узел, который можно немного сместить вперед, можно немного в сторону, вбок. И в любом случае, вот эти хвостики очень классно вытягивают силуэт. Однозначно фаворит сегодняшнего видео. И покажу вам еще раз полный рост. Добавила сумочку Гри, которая усиливает игру геометричных черных линий. Ну посмотрите, насколько классно все это смотрится между собой. Я не знаю, как вы, а я влюблена практически в каждый аутфит в сегодняшнем видео. Кстати, хочу попросить прощения за вот этот провод, который временами будет виден. Особенно в полный рост. Дело в том, что вот буквально перед тем, как мы начали снимать, у меня поломался мой беспроводной микрофон. Поэтому временами вы будете видеть этот провод. Надеюсь, он вас смущать не будет. Еще раз покажу вам свои аутфиты. Я пошла переодеваться. И честно, вот не знаю. Мне все так нравится. Мне кажется, что все настолько стильное, настолько современное, настолько необычное, что хочется больше солнечных дней, чтобы иметь возможность носить это почаще. Ну а теперь у нас вроде бы как бы рубашка. Но она настолько необычная. Посмотрите на дизайнерское решение рукавов. Здесь усилен разрез перед манжетом. И можно вот так носить его, эту рубашку в офисе. Можно, конечно же, и просто застегнуть. И особенно мне нравится, как выполнены внутренние детали. Итак, манжеты изнутри продублированы нежной розовой тканью. И на воротнике точно так же продублированы этой же розовой тканью. И, конечно же, хочется поэтому сочетать эту рубашку с розовыми брюками. Вы их уже видели во втором, да? Или в третьем аутфите. Вот так они выглядят в полный рост. Они очень широкие. Есть небольшие, не слишком глубокие защипы для такой, скажем, свободы прилегания. Я уверена, что летом я их буду носить очень часто, потому что те, кто со мной давно, наверное, вспоминают, у меня были точно, вот буквально точно такие же розовые брюки. Но, к сожалению, они умерли своей жизнью счастливыми от старости. А сейчас я думаю, что я просто добавлю белую, точнее черную, ту же самую черную сумку Гри, которую вы видели до этого. Именно из-за того, что внизу у меня есть черный топ. Хотя, кстати, может быть и какая-нибудь идеальная белая сумка сюда тоже бы вписалась. Или еще лучше зеленая сумка. Но и с базовой нейтральной черной сумкой тоже мне очень нравится, как вырисовывается образ. А теперь быстрый апдейт предыдущего аутфита. Я поменяла брюки на удобные белые джинсы. Джинсы эти из предыдущего похожего лукбука. Это тоже капсула бренд Айзенберг. Напишу размер, честно, я уже не помню, напишу размер в инфобоксе. Но все это время я их с удовольствием носила практически через день, каждый день. Те, кто подписан на меня в инстаграм, кстати, подписывайтесь на меня в инстаграм. Там я практически каждый день стараюсь выставлять свои реальные аутфиты. Так вот, те, кто подписаны на меня в инстаграм, видели все разнообразие моих аутфитов с этими брюками. Точнее, джинсами. Итак, это очень необычные джинсы, у них есть вот такие классные боковые разрезы. Это джинсы в стиле марджелла. И посмотрите, как классно это все выглядит и смотрится вместе. Опять же, добавила бы я сюда зеленую сумку, кстати, да. Ну ладно, я приготовила свою и своего гардероба зеленую сумочку. И посмотрите, как классно все складывается. Еще один комплект, который греет мою душу своим приятным, необычным сочетанием цветов. Итак, на мне вы видите пудрово-розовые брюки, которые вы видели в третьем аутфите. И невероятно красивая рубашка. Во-первых, у нее двойной воротничок. Во-вторых, есть трендовые подплечники, которые делают силуэт более структурированным, более маскулинным, более собранным. Ну и в-третьих, здесь уже по определению заложено вот это необычное, очень приятное глазу сочетание зеленого, такого летнего оттенка зеленого и нежного розового. Сюда остается добавить только или нейтральную черную сумку, или, допустим, это может быть белая сумка, или если есть зеленая сумка, и невероятно стильный образ готов. Самое главное и самое приятное, что здесь всего лишь два элемента одежды, только брюки и только рубашка. Но за счет того, что есть очень приятное глазу сочетание цветов и слегка необычные такие дизайнерские нюансы, образ, даже состоящий из двух вещей, выглядит невероятно стильно и интеллектуально вкусно. Идем дальше. Дальше, на мне вы видите жакет без лацканов бренда N&M. Я его выбрала именно благодаря вот этому невероятно насыщенному оранжевому оттенку, который так хорошо смотрится весной. Кстати, у этого жакета есть пояс в комплекте, но мне показалось не так интересно использовать оригинальный пояс, сколько я сейчас вам покажу, как будет выглядеть этот жакет с кожаным ремнем. Итак, добавим немного тиктоковской магии и сделаем так. Как же тяжело дается тиктоковская магия. Давайте все так легко. На самом деле все очень сложно. Главное не шевелиться и не пихать. И сделаем так. Это была магия. Смотрите, как классно смотрится теперь этот же жакет, но с ремнем. Мы с вами переформатировали силуэт. Теперь это не объемный оверсайзный прямой жакет, теперь это иксообразный силуэт. И за счет этого вроде бы добавилось немного женственности, но в то же время маскулинность именно из-за того, что ремень очень такой агрессивный, фактурный, многослойный. Я добавила к образу сумочку грид для того, чтобы усилить архитектурные линии. И еще мне, конечно же, очень нравится цветовое сочетание пудрово-розового. Это те самые брюки из предыдущих образов. И насыщенного оранжевого. Итак, я вернула молочные брюки к Леш из предыдущих образов. Добавила к ним в этот раз сиреневую объемную оверсайзную рубашку. И тот самый шарфик, который вы уже видели. Кстати, вот в этот раз для того, чтобы усилить необычное цветовое сочетание, я добавляю сумочку в цвете баклажал. Невероятно красивый оттенок. Это, кстати, хороший и зимний базовый цвет. И, конечно же, она классно будет смотреться и в весенне-летних образах, как именно показываю сейчас. Посмотрите, как невероятно стильно смотрятся все эти оттенки вместе. Ну и, конечно же, что радует, то, что эта сумка багет. Очень трендовая, современная сумка. И у нее классная выделка под крокодила. Очень благородно и дорого смотрится. И вот, наконец-то, я добавила тренч плач, который здесь сбоку так скромно висел. На самом деле, это тоже один из фаворитов в сегодняшнем видео. Это бренд Сая. И, как вы видите, он очень объемный. У него такой трендовый ретро-воротничок. И полностью расклешенный силуэт, максимальный в пол. Прежде всего, конечно, меня порадовал очень трендовый, классный понтоновский оттенок желтого цвета. Ну и, конечно, посмотрите, какая классная подкладка. Я вообще обожаю, когда контрастные подкладки используются производителями. Мне кажется, что это добавляет изделию нотку такой характерности, особенности. Ну и сразу рассказываю, если, допустим, вы не любитель объемных тренчей, или у вас есть какой-то плач, какая-то верхняя одежда, вам не нравится, что она слишком оверсайзная, все очень просто. Мы берем пояс, естественно, у тренча есть пояс. Завязываем, сейчас, завязываем узелком и вот так вот слегка, это, наверное, слишком, стягиваем силуэт. Сзади по спинке этот пояс будет стягивать и сужать силуэт. И вот уже вы видите, что силуэт не настолько объемный. И тренч стал выглядеть обычным прямым тренчем. Показываю вам полный рост, как теперь он выглядит. Видите, достаточно такой прямой стал силуэт. И сюда я хочу добавить именно желтую сумку, но в другом оттенке. Это тоже бренд Sia. Посмотрите, как классно все складывается. Опять же, прежде всего, конечно же, весной хочется экспериментировать с цветовыми сочетаниями. И хочется видеть больше оранжевых желтых оттенков. Кстати, дальше у нас с вами будет такая мини-серия желтых аутфитов. Вы увидите очень много о различных оттенках желтого. Зафиксирую этот аутфит, как он есть. Напоминаю о том, что ссылки на все вещи с размерами, с моими габаритами вас ждут в инфобоксе, а я пошла переодеваться. И маленькие нюансы хочу проговорить. Я сняла шарф для того, чтобы вам показать, как можно разнообразить детали своего аутфита. И застегнула рубашку до самого-самого конца. Получается очень собранный, очень структурированный образ. И очень классно выстраивается ряд двойной, ряд воротничков. Классический рубашечный воротник у рубашки и ретро-воротник у хлопкового плаща. Кстати, это хлопковый плащ. Он очень качественный, очень плотный. И посмотрите, опять же, ну как красиво сочетаются все эти цвета между собой. Трехцветное платье Шако, мимо которого я не смогла пройти. Потому что, согласитесь, оно прекрасно. Оно у них, кстати, есть в нескольких вариантах. Синие вставки есть еще в бордовом цвете. На самом деле, даже не важно, она бордовая или она синяя. В любом случае, просто подбирайте платье к тем сумкам или, допустим, к той обуви, которая есть в вашем гардеробе. На самом деле, я добавила черную сумку и черные мюли. Кстати, у этого платья есть еще вот такой плетеный канатик в виде пояса. Но на самом деле, мне нравится даже без пояса, как классно оно вытягивает силуэт, как стройнит. И, конечно же, вот это сочетание принтованной ткани и однотонных тканей невероятно богато и дорого смотрится. И, кстати, обратите внимание, что вырез лодочка. Это вот такие маленькие детали, которые делают изделие более добротным, более качественным. Всегда обращаю внимание на то, как именно выглядит горловина у изделия. И в этот раз, конечно, это стопроцентная любовь. И в качестве дополнительного варианта я решила попробовать к этому же платью добавить шарф из предыдущих образов, шелковый шарф. Посмотрите, как классно. Теперь два принта перекликаются между собой, и разные оттенки синего тоже очень здорово дружат вместе в одном комплекте. И еще забыла проговорить, что у капсулы в Киеве есть свой шоурум, так что киевлянам повезло, потому что они могут к ним подъехать и всю эту красоту примерить на себя. Наверное, это выглядит как платье, хотя на самом деле это отдельно рубашка, отдельно юбка. Это комплект от бренда Сая. Кстати, здесь меня прежде всего, конечно, порадовал очень яркий цветочный принт в приятном желтом оттенке. Но, пожалуй, первое, на что я обратила внимание и мимо чего я не смогла пройти, это, конечно же, трендовые классные разрезы на рукавах. Это придает рубашке изюминку. Именно благодаря этому она выглядит как нечто особенное, мимо чего нельзя пройти. Ну и, конечно же, что меня радует, что эта рубашка будет классно сочетаться и с джинсами, и с розовыми брюками, и с брюками-клеш из предыдущих образов. Ну и, конечно же, в качестве примера прежде всего показываю, как она выглядит вместе с юбкой из комплекта. Ну и, конечно же, добавляю я еще желтую сумочку. И, кстати, вот сюда же мне хочется добавить тот самый плащ. Кстати, распустила я объем для того, чтобы вы увидели, насколько он необычный, насколько он объемный. Конечно, здесь хотелось бы видеть девушку метр семьдесят пять или около того, но даже на мои мета шестьдесят семь этот плащ выглядит очень необычно и стильно. Кстати, дальше я еще покажу, как этот плащ можно носить как платье. А пока что еще раз вам показываю свой аутфит. И, честно говоря, мне очень уже поскорее хочется теплые денечки для того, чтобы выгулить все свои обновки. Ну и ладно, 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 вы уже видели это платье, но я просто решила его заказать на примерку, потому что оно появилось и в желтых оттенках. Это бренд My Clothing, наверное, вы помните. В прошлых видео у меня было точно такое же голубое платье, когда я увидела, что оно еще появилось в желтом, мне просто захотелось вам показать. Невероятно женственная, красивая посадка, силуэт. Я знаю, что очень много девочек по ту сторону экрана обожают платье в цветочный принт на весну. Ой, сейчас что-то надо как-то пошутить, как-то надо пошутить, как-то надо пошутить. Ладно, не буду шутить. Повесили платье. Я знаю, надо его повесить сюда, тогда оно не будет падать. Так вот, я знаю, что много девочек по ту сторону экрана очень любят женственные цветочные платья на весну, особенно на лето. И вот как раз я не смогла не рассказать вам про то, что есть это же платье еще и в новых желтых оттенках. И, конечно же, хочу я его еще и замиксовать, посмотреть, по крайней мере, как получится, если я добавлю желтый плащ Сая. Да, мне нравится, как силуэт выстраивается, и даже меня не смущает, что это разные оттенки желтого, более лимонный и более теплый с коричневым подтоном. И беру такую же желтую сумочку Сая, как и плащ, бренд тоже Сая. Посмотрите, как классно все выстраивается. Кстати, да, напоминаю о том, что досмотрите до самого конца, в конце я надену этот плащ как платье и покажу вам некоторые важные трюки, которые нужно при этом учитывать. Два абсолютных фаворита. Это черно-белые базовые вещи. Во-первых, это очень мягкие, удобные, струящиеся брюки. Абсолютно трендовый прямой фасон, слегка, можно сказать, что расширенный. Посмотрите, как классно они смотрятся и с мюлями, и с обувью на каблуке. Кстати, все брюки я подрубила, а эти черные брюки не успела подрубить. Честно говоря, на самом деле не подрубила, потому что я еще не решила, я хочу их носить под плоскую обувь или под обувь на каблуке. Скорее всего, все-таки под плоскую, потому что я точно знаю, что захочу их носить на каждый день. И вторая вещь, конечно же, которая привлекает внимание, это невероятно женственная блуза с огромными пышными рукавами и открытой зоной декольте. На самом деле блуза очень укороченная. То есть, если надеть брюки со средней посадкой или с низкой посадкой, то будет открываться пресс. Ну, это, конечно, уже ближе к жаркому лету, а пока что я буду ее носить с брюками с высокой талией. Посмотрите, как невероятно красиво смотрится эта блуза. Ну, рукава просто влюбляют в себя. И в качестве декоративных элементов я решила добавить вот просто один скромный шнурок на шею. Мне очень нравится вот так оформлять, вот так просто оформлять зону декольте, потому что здесь так все минималистично красиво смотрится, что мне не хочется никаких тяжелых украшений. Вот просто тонкий кожаный шнурок и все, образ готов. Кстати, я вот смотрю сейчас и понимаю, что я даже не знаю, какую сумку добавить. Наверное, все-таки я добавлю бордовую сумку, точнее, в баклажанном оттенке, потому что мне нравится, как минималистично и просто смотрится три благородных оттенка. Черный, белый и баклажанчик. Итак, последний образ и мои секреты, как носить плащ или тренч в виде платья на голое тело. Итак, я надела плащ Сая, и как вы видите, он ну очень объемный. Что мы делаем? Во-первых, я всегда рекомендую по максимуму закатать рукава, потому что когда мы освобождаем запястье, у нас автоматически образ становится более легким, более воздушным. Итак, открываем запястье, и дальше мы берем, да, как вы уже, наверное, догадались, мы берем ремень. Ну что, повторить тиктоковский трюк? Да, я добавила ремень, и как вы видите, я присобрала образ, и теперь это не просто плащ, теперь это платье. Достаточно женственное, но в то же время очень стильное, актуальное, потому что оно имеет такой ярко выраженный иксообразный силуэт, и классные кармашки. Мне остается добавить только черную сумку, черная обувь, и я готова гулять. Я надеюсь, я вас вдохновила попробовать надеть свой плащ подобным образом. Самое главное, чтобы у вас был широкий, хороший такой плотный кожаный ремень, который присоберет образ. Ну, а мне остается лишь с вами попрощаться. Я очень надеюсь, что это видео вас вдохновило встретить во всеоружию весну и летом, и я надеюсь, что я вас вдохновила и подбросила вам пару идей, как и что, с чем можно сочетать. Ну, и напоминаю о том, что это видео было снято в коллаборации совместно с онлайн-магазином Капсула. Мы старые добрые партнеры, с которыми я уже давно сотрудничаю и которые я могу советовать со спокойной душой. Напоминаю о том, что все ссылки на все показанные вещи вместе с габаритами, размерами и всей необходимой информацией вас ждут в инфобоксе, а я всем пожелаю солнечного настроения, обожаю, целую, пока-пока. Раз вы все еще здесь, буду рекомендовать вам посмотреть предыдущее популярное видео у меня на канале, в котором я рассказала о вещах-изюминках, вещах с характером. Это вещи, которые не изменили свой внешний вид на протяжении последних 80 лет, а значит, это хорошие вещи для модных инвестиций. Вещи, с помощью которых вы сможете создавать уникальные неповторимые образы в индивидуальном стиле. Я все подробно рассказала, показала более 300 примеров фотообразов для того, чтобы вас вдохновить, как можно сделать первый шаг в сторону неповторимого индивидуального стиля. Кликайте на прямоугольничек в этой части для того, чтобы посмотреть это видео. Ну и да, не буду стесняться напоминать вам о том, что стоит кликнуть на кружочек, кликнуть на колокольчик, подписаться на мой канал, для того, чтобы больше не пропускать мои обновления и смотреть мои видео первыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!